22 июня в прокат выходит первый фильм, снятый татарстанским режиссером Ильшатом Рахимбаем. Полнометражный фильм «Микулай» снят в лучших традициях этнокультурного аспекта, а также умело сочетает в себе популярный жанр психологического этнотриллера. В производстве картины принимала участие целая команда профессионалов. Мансур Гелязов, это драматург татарстанский, отправил пьесу «Микулай», которая ставится в Казани, в Альметьевске, в СНГ. Я прочитал и понял, что это произведение абсолютно не регионального уровня, а как минимум федерального, мирового. И потихонечку я просто шел к этой цели. Я понимал, что это должен сыграть минимум сухоруков, который сразу же мне в голову пришел, и я уже не отходил, и когда он дал согласие, мы поняли, что мы на правильном пути. Психологический триллер рассказывает историю старика Микулая, который живет в деревне православных татар. У него спокойная жизнь, жена, родители, статус в обществе и хорошее отношение с односельчанами. Но все рушится в момент, когда на пороге дома главного героя появляется молодой парень, Степан, утверждающий, что он сын старика. Привычный уклад жизни рушится, и теперь Микулаю придется заново строить свою жизнь. Твои бабушки и дедушка. Мама! Папа! Фильм получился многослойным. Это можно было судить еще, наверное, возможно, по первому постеру, где лицо сухоруково такое расслоенное. Да, это у нас некая отсылочка к тому, что будет не так все просто. И в фильме тоже очень много слоев. Отметим, что сам фильм был снят за 17 дней. Сейчас Микулай выйдет в прокат в 156 кинотеатрах по всей стране. Это рекордная цифра для татарстанского кинематографа. Аделина Амдрахманова, Никита Акиньшин. Универниус. Субтитры создавал DimaTorzok